Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 21 января 2020 года. В Москве стоит аномально тёплая погода. Версии разные. У меня своя версия, фантазийная. Всех нервных просьба удалиться с моего канала во избежание эксцессов. То, что климат менялся на нашей планете не так давно, рассказывали многие исследователи альтернативы. Есть у меня в 2016 году две серии на тему «Климат изменился». А также в 2018 год крокодилы на Волге были. Многие участники наших групп делились заметками, картинами, информацией, что в Средней России росли ананасы. Россия была поставщиком ананасов и других теплолюбивых плодов и растений. Светлана Жарникова, известный исследователь русского северного фольклора, северных традиций, называла Россию «родиной слонов». О том, что климат был не так давно совершенно другим, есть доказательства в архитектуре отсутствия обогревательных приборов, печей и наличие пристроенных позже тамбуров. Еще один весомый аргумент о том, что мамонты в Сибири замерзли мгновенно, у многих мясо сохранилось до наших дней в годном виде, и в желудке одного мамонтенка была найдена непереваренная зеленая трава. Что говорит о том, что мамонтенок не просто погиб мгновенно, а замерз мгновенно, так что не начались процессы распада тканей. Так в это же время, видимо, образовалась и так называемая вечная мерзлота. Прежде чем перейти к озвучанию своей фантазийной версии, я пошла в дебри интернетовские посмотреть, что пишут мои друзья-коллеги и вообще. Многие наши соратники и не соратники делали свои работы на эту тему. Ну вот мгновенно сходу встретила статью Дмитрия Мыльникова, ссылка будет в описании. Называется статья «Версия появления вечной мерзлоты». Я не буду зачитывать всю статью, каждый может ознакомиться. Хочу сказать, что с Дмитрием периодически дискутируем, не часто, но бывает, переписываемся. С чем-то соглашаемся, с чем-то расходимся во мнении. Но у меня личное уважение к этому человеку и исследователю. Он искренне хочет разобраться с тем, что здесь происходило. Насколько я поняла, он изначально из официальных исследователей. В своей статье Дмитрий систематизировал все известные факты о вечной мерзлоте. И то, что эпицентр, если так можно выразиться, находится в Сибири. И то, что вечное, ну не совсем вечное, потихоньку подтаивает. И что считать вечной мерзлотой? Что это значит? Это значит очень длительное, по официальным источникам, более 2000 лет. Все эти подробности я опускаю, сами можете посмотреть. Другой вопрос. Когда водились мамонты в Сибири? Может быть, это нам даст подсказку, когда это происходило. И опять же на эту тему про мамонтов, их свежезамороженность много написано. По официальной версии они вымерли. Написано очень хитро, что мы жили и вымерли в четверичный период, который начался 2588 миллионов лет назад и продолжается по сей день. То есть 2588 миллионов. Вот на этом продолжение это и есть четверичный период. Ну и в какой-то вот тут момент были мамонты. Хитро, правда? Очень удобная формулировка, не придерешься. К пуговицам претензии есть, к пуговицам претензии нет. Пришиты насмерть. Как говорил Аркадий Райкин. Здесь есть упоминания потопного периода и имеются в виду единственный библейский потоп. Короче, очень давно. Это официальная справка википедийная. Однако новейшие последних несколько лет находки активных искателей граждан опровергают эти миллионные тысячелетние данные. И мы приходим очень близко по датам к нашему времени, что климат изменился совсем недавно. И, соответственно, вечная мерзлота имеет возраст примерно 200-300 лет назад, как она появилась. Соответственно, получается, что-то резко произошло в районе Сибири, мгновенно и катастрофично, и повлияло на всю планету. Версия Дмитрия Мильникова. Я выбираю фрагмент, еще раз повторюсь, ссылка на статью в описании. Так вот, если у нас по каким-то причинам в атмосфере Земли образуется воронка, то ничего из космоса туда хлынуть не может, поскольку в космосе у нас наблюдается космический вакуум, то есть практически полное отсутствие вещества. Поэтому охлаждение Земли в этом случае будет идти только за счет теплового излучения с поверхности. Фразу «хлынул космический вакуум» ну прямо с языка, что называется, снял. Именно так мне и представился этот процесс. Далее все исследователи и Дмитрий сходятся в одном, что это либо космическое тело, комета, либо по Дмитрию, цитата, и я пытался предложить еще одну версию. Суть ее в том, что столкновение могло произойти не с твердым космическим объектом, а с огромной кометой, которая состояла из замерзшего газа, например, азота. Также, несомненно, что часть вещества упавшего объекта должна была испариться при столкновении с поверхностью Земли. Но тут все зависит от траектории, соударения и размеров объекта. Если объекты не сталкивались лоб в лоб, а сближались на сравнительно небольшой скорости, то почти параллельных траекторий, а комета была достаточно большой, то силы соударения будет недостаточной, чтобы испарить все вещество кометы на момент удара. Итак, речь идет о комете, об ударе. Но о странной нетвердой комете, потому что удар есть, эпицентр вечной заморозки есть, а самого вещества нет. Ну вот, общий обзор я сделала, а теперь перейду к своим фантазиям на эту тему. Вы, мои зрители, кто со мной давно, вы знаете, что я люблю сказки. И вот одна сказка натолкнула меня на мысль, даже не одна, две. Сказка первая славянская. Сказку, я думаю, знают все. Там есть момент, когда в морозном январе, среди зимы вдруг наступает весна, текут ручьи, расцвел подснежник. Волшебство. Сказка маршака 12 месяцев. 19 января 2020 года. Ну, где-то 5 часов вечера. Да, есть, конечно, температура немного ниже нуля. Кое-где остался снег. Лед на Останкинском пруду присутствует. Но это не крещенские морозы, однозначно. Пробирается медведь сквозь сухой валежник. Стали птицы песни петь. И расцвел подснежник. В сказке 12 месяцев. Потепление наступает почти мгновенно. Миной февраль и март. Из января сразу в апрель. Еще в одной сказке про снежную королеву Герда в поисках своего друга Кая попадает к волшебнице-старушке, у которой вечное лето, в ее отдельном поместье. Моя версия состоит в том, что на нашей планете была развитая цивилизация, что подтверждает оставшаяся архитектура по всему миру. Не было никакой конкурентной борьбы, никаких богатых бедных, была мирная, прекрасная жизнь в развитом социальном обществе. Наука была на очень высоком уровне, как и уровень образованности всего населения. На планете были созданы установки, которые управляли климатом и удерживали много веков, а может и дольше, умеренный климат и температуру. На территории России, то, что сегодня называется территорией России, однозначно, и на территории так называемого Севера, то, что сегодня мы считаем Севером, не было ледяных шапок на полюсах, о Земле была другой. То, что планета столкнулась с внешней агрессией, очевидно. То, что на планете происходили недалее 150-200 лет глобальные термоядерные войны, очевидно, и мы свои доказательства привели во множестве работ коллективно. Воронки, уничтоженные города, звезды крепости и так далее. Еще уничтожены мегалитические сооружения. Возможно, это и были установки. Они на территории России уничтожены все полностью. И в истории они представляют как природные камни. На самом деле это расплавленные или обожженные, подвергшиеся высокой температуре еще каким-то воздействием, каменные, блочные стены, которые действительно уже сегодня можно было бы сказать, что это какие-то природные явления. Настолько они разрушены сильно. Удар, эпицентр в Сибири также очевиден. Но я предложу версию, что это не комета и не другое тело, а прорыв атмосферы и защитных полей климатической планетарной установки. Диверсия оккупантов. Установка была сломана. Катастрофа была мгновенной и глобальной. Должны были погибнуть не только мамонты, но и все, кто был живой на этих территориях. Итак, моя версия, что климат был не природный, а искусственно создан на всей планете и управлялся жителями Земли и нашими предками. Этот центр мог находиться именно в Сибири, то есть центр управления, поэтому на него и пришел основной удар из космоса. А теперь я буду приводить аргументы в пользу своей версии. Установка была разрушена, пробита из космоса с орбиты. Пробиты все слои атмосферы и, повторю фразу Дмитрия Мыльникова, космический вакуум хлынул. Я добавлю космический холод. Температура в космосе минус 270 градусов по Цельсию, насколько я помню, в школьной физике. Хлынул космический холод. Вакуум и низкая температура сделали свое дело. Мамонты замерзли мгновенно. Зеленая трава в желудках – тому подтверждение. Конечно, официалы никогда с этим не согласятся. Мы были в геологическом музее буквально на днях, и там экскурсовод на этот прямой вопрос о траве в желудке, мамонтенка замороженного, начала говорить программу, вложенную в ее голову, что, цитата, это было потепление, что вулкан и его газы, как, а трава. Вы понимаете, там были вулканы, и он выбрасывал газы, и было потепление. Короче, бесполезно. Хотя никаких претензий к самому человеку нет. Сама экскурсия была великолепной. Но вот этот вопрос, она просто не знала, что сказать. Она вообще такое ощущение, что не думала над этим. Она стала говорить какую-то ерунду. Они не знают, не думают над этим несоответствием. По геологическому музею я сделаю отдельный обзор. Сегодня человечеству понемногу, некто, бросают технологии, в том числе и климатического порядка. Или позволяют, или позволяют, дают эти разработки, позволяют до них дойти. Именно на сегодняшний день существует климатическое оружие. Именно оружие, а не установки мирные, потому что население смешано с захватчиками, а те ненавидят всё земное, самих человеков. И вообще у захватчиков отсутствует такое понятие, как человечность. И нам они представляются под видом сатанистов, так называемых. Мы сегодня их можем назвать именно таким образом. То есть всё, что противоречит простым понятиям человечности, человека любя. Но мы не о них, а о причинах и признаках наличия климатического оружия на планете. На Аляске стоят установки, влияющие на климат. Это факт. Можно из космоса поджечь целые города или кварталы, или с высокой точностью дома, или дом, как это было в Калифорнии, Греции, Австралии. Можно поджигать леса Сибири, а можно устроить цунами, который накрыл Таиланд. А можно устроить наводнения или ураганы. Опять же, управляемые. Можно поджечь вокруг Москвы торфянники, задержать антициклон на 3 месяца и температуру 40 градусов по Цельсию, как это было в 2010 году. В тот год очень многие жители не пережили этого военного удара, смока, гаря в совокупности с жарой. После этого события Лужкова сняли с поста мэра в связи с утратой доверия. Удивительным образом весь бомонд, шоу-бизнес, слинял на свои иностранные резиденции и там отсиделись кто в Майами, кто на Бали, кто еще где. То есть, были предупреждены. По всему миру есть климатическое оружие и идут климатические войны. Лето 2019-го было таким. Побережье Черного моря, в самый разгар отпусков, в самое лучшее время, вдруг циклоны, которые зависали точечно, то в Новороссийске, то в Керчи, ливни, ураганные ветры. В конце июня 2019-го мы ездили с группы в Нижний Новгород. Погода приближалась к осенней. Это не природа и не природные аномалии. Это вообще никакие не аномалии. Это применение климатического оружия. А вот кто и на каком уровне ведет эту войну, мы не знаем. Можем лишь догадываться. Климатическое оружие очень эффективно. Можно уничтожить урожай и предложить свои ГМО. Можно залить поселки, сжечь леса, нанеся страшный урон живой силе противника, то есть мирным жителям. Эти бесчеловечные методы в руках тех же оккупантов планеты. И пока им удалось не все установить иначе, они бы тут наворотили так, как они это сделали в недавнем прошлом, ориентировочно 2-3 века назад. Что мешало нашей прошлой цивилизации иметь такие установки и управлять климатом, в созидательных целях. Так, чтобы был коммунизм на планете, всем всего хватало, голода быть не могло. Урожай давали всходы 2-3 раза за лето, потому что зимы не было. Было вечное лето. Сколько тебе лет? Цикл, кругоборота вокруг солнца и опять лето. А те, кому хотелось зимы, снега и всех зимних забав, могли посещать специальные места на планете, курорты, зимние, лыжные, горки, самки, коньки. Почему нет? Если всего вдоволь и нет ростовщиков, нет денег, другой уклад жизни нам сегодня даже непонятный, нам даже это трудно представить и осмыслить. «Не было нового года, нового гада, а было вечное лето. Исчисление, что в летах, и выражение «кануть в лету» осталось того райского времени. Да, это был рай на земле. Апокалипсис уже случился, и мы в нём живём. Когда случилась катастрофа, то живые стали завидовать мёртвым. То есть это не предсказание, а реально описанное событие. Но есть кто-то, кто очень хочет поставить эти события нам в будущее. Опять, чтобы мы своим сознанием нагнетали и создавали этот эгрегор. А мы сорвём планы этих захватчиков нечеловеческого происхождения. Я оптимистка и полагаю, что здесь на планете уже есть смотрители, которые постепенно возвращают планете и устанавливают свои системы. Поэтому идут некие сбои, как при тестировании. Возможно, что вот эти самые аномалии, такие небольшие сегодня, где-то выпал снег в тёплых странах, а у нас снега нет, но это не чувствительно, это не фатально, скажем так. Возможно, это тестирование. И вскоре, после повышения общего уровня сознания у населения, мы опять войдём в пору цветущего лета. Вместо вечной мерзлоты у нас опять установится вечное лето. будет много земель плодородных, появится много новых земель, годных для проживания. Не надо будет переживать о том, что увеличивается население. Не похоже, кстати, чтобы оно увеличивалось. По крайней мере, наше население русское, оно сокращается. Это официальная статистика. Вместо вечной мерзлоты у нас опять установится вечное лето. И возвращаясь к нашим сказкам, я думаю, что девочка-сирота в 12 месяцах встретила инженеров, климатологов планеты, и они ей пошли навстречу. А в сказке «Снежная королева» у старушки-волшебницы сохранилась индивидуальная климатическая установка. Ей было всё равно, что происходит за воротами её садика. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, заходите в нашу группу ВКонтакте, делитесь этим видео в соцсетях. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ!